всем привет в этом видео я расскажу как я создаю каллиграфические кисти в иллюстраторе и как я их использую для того чтобы открыть панель кистей если она у вас закрыта можно зайти вот сюда window и здесь найти brushes вот у меня галочка стоит значит она у меня открыта либо нажатие в 5 вот у меня эта панель могу вытащить сюда а в этой панели представлены готовые кисти которые уже заранее предустановлены в иллюстраторе ну давайте попробуем создать новую вот эта кнопочка new brush сегодня мы рассмотрим каллиграфическую здесь галочка уже стоит нажимаем ok первое можно дать название и дальше три параметра angle roundness и сайс angle это угол поворота то есть если мы повращаем то видим что вот этот образец кружочек у нас вращается раунд нас это округлость также мы можем ее менять либо вот тут тащить и сайс это собственно размер этого отпечатка здесь важные параметры это вот эти вот выдающие меню это дополнительные возможности надо сказать что они имеют значение помогают когда у вас есть графический планшет без графического планшета вы не ощутите особой пользы от этих в принципе от каллиграфических кистей у меня есть графический планшет самый простой китайский то есть какого-то навороченного планшета в общем то есть вы не какой-то гипер профессионал вам не понадобится фиксит это значит без изменений то есть какой угол тут задаете такой он и остается то есть фиксированный арендом это случайный то есть вот этот вот угол может меняться случайном порядке заданных вами значениях то есть изначально он у вас допустим задан ну пусть будет 0 градусов и вариации это на какую величину он может отклоняться то есть поставили вы вот так это означает что угол у вас будет от минус 97 до плюс 97 колебаться далее здесь у нас прессуру это давление это как раз относится графическому планшету то есть этот угол поворота может зависеть от давления графического пера то есть с какой силой вы давите на планшет остальные опции мне не подвластны ибо у меня самый простой планшет а эти опции относятся уже более продвинутым то есть вот это вот стилус выл это колесико пера а то есть когда у вас навороченное какое-то перо с колесиком вы можете это колесико крутить и опять же менять угол поворота тает это наклон то есть когда у вас планшет чувствуют наклон пера тоже можно это применить обе ринг это насколько я помню местоположение тоже должен быть чувствительный планшет ко всем наклоном и положением ротешин это вращение пера тоже должен чувствовать планшет поэтому вот лично для меня эти четыре опции они не работают в принципе они мне особо и не нужны я пользуюсь в основном вот этой опции прессу но не для угла здесь я оставляю фиксированное значение раундно здесь все тоже самое то есть вот эта округлость может зависеть от всех этих параметров но я тоже особо это не использую пользуюсь я вот этим последним параметром здесь у меня из прессу опять же и вот именно этот это значение я и задаю допустим я задам 8 размер и отклонение величину отклонения тоже 8 это означает что толщина у меня будет меняться от 0 до 16 пунктов в данном случае если я поставлю допустим 3 то это будет означать что толщина будет меняться от 5 до 11 то есть плюс минус но я оставлю 8 и посмотрим что у нас получится вот она создалась эта кисть вот ее название 111 я ее выбрал 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 кисть и начинаю пробовать вот если я давлю слабо получается тонкая листья тонкая линия если я начинаю давить сильнее то получается вот такая жирная линия ну понятно как это применять очень удобно для тех кто пишет иероглифами то есть все вот эти вот закорючки переменной толщины получается достаточно неплохо а можно применить как для рукописных надписей каких-то когда вы хотите вручную подписать что-либо а ну и конечно вы можете с помощью этой кисти что-то рисовать чтобы сохранить эту кисть то есть кисти сохраняются в отдельном в каждом файле вы можете ее сохранить этот набор то есть убрать допустим все лишние которые вам не нужны и оставить только основную и свою эту каллиграфическую этот набор у вас будет если вы зайдете вот сюда save brush вы создали сохраните куда-то файл назовете его это будет ваш набор который вы можете потом открыть в любом другом файле я надеюсь кому-то было интересно до новых встреч следующих видео попробую рассказать об остальных видах кистей